В большую часть времени, последние годы два, я провожу на территории Крыма, где я освещаю основные судебные процессы, репрессии, которые происходят на полуострове. Вообще ситуацию, которая складывается сейчас с правами человека, с многими аспектами жизни и активистов, и просто обычного населения в Крыму. Вы назвали свою выставку «Доросле крымское детство». Чему сам и так? Потому что это дети, которые здесь представлены. Это лишь одна, я даже не знаю, может быть, одна десятая часть от тех детей, которые столкнулись с репрессиями в Крыму, в своих семьях. Это дети, оставшиеся без родителей, либо из-за арестов и задержаний, либо из-за похищений, убийств, которые были в 2014-2015 году. И детство для них закончилось. Закончилось вот в тот момент, когда к ним домой врываются люди в масках с автоматами, задерживают их отцов, либо похищают их отцов и родителей. И после этого вся их жизнь, она становится неотличима от взрослой жизни, которая происходит в Крыму у людей, столкнувшихся с репрессиями. Это постоянные суды, постоянные передачки в СИЗО, очень редкие встречи с родителями, письма, которые они иногда друг к другу отсылают, и постоянное ожидание продолжения этих репрессий, того, что может произойти, и чему они были уже свидетелями. Поэтому это детство для таких детей закончилось. Это все, взрослая жизнь начинается. Продолжение следует...